В Челябинске прошло открытие молодежного российско-таджикского форума «Новая реальность. Новые медиа». Площадкой для его проведения стал Южноуральский государственный университет. Мне, конечно, бы очень бы хотелось, чтобы в рамках форума мы нашли какие-то, может быть, новые формы сотрудничества, новые каналы информационной связи, то есть какие-то новые форматы, чтобы те условия, которые есть в российских университетах, они достаточно широко доносились до жителей Таджикистана, чтобы действительно не было вопросов, какие сложности, какие потенциалы, какое образование можно получить на территории России. Но еще очень важный момент, то, что действительно сегодня как раз озвучилось, это именно адаптация, это именно понимание традиции, понимание культуры, понимание истории разных государств, это адаптация иностранных граждан на территорию России, это адаптация наших с вами граждан, чтобы выстраивались правильные коммуникации, правильные взаимодействия, чтобы все-таки вот этот процесс обучения, он позволил не только саккумулировать какие-то профессиональные навыки, знания новые, но и действительно завести друзей, почему-то эта дружба была международной. Форум направлен на развитие международного сотрудничества в сфере журналистики, рекламы и пиара. Мероприятие проходит в третий раз, а в этом году совпало с государственным праздником гостей. Днем Президента Республики Таджикистан. Генеральный консул Таджикистана в городе Екатеринбурге Зафар Сейдзода считает, что одно из перспективных направлений сотрудничества – сохранение исторической памяти. У нас с 19 века общая история. Замечательная история в советский период. Таджикский народ с должным образом оценивает, отдаёт должное тем достижениям, которые он достиг в советский период. Именно в советский период была восстановлена государственность таджиков, когнаций, которая была утрачена ещё в 10 веке. Таджикский народ в этот период достиг при поддержке российского народа, русского народа, огромных доснижений во всех сферах жизнедеятельности. В форуме приняли участие более 50 человек из Душанбе, Ура-Тюбе, Худжанта, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Архангельска и других городов. Каждый из них имеет опыт работы в медиа и является представителем студенческого объединения, молодёжной организации или работает в сфере молодёжной политики. Я учусь на культуролога, мой профиль – межкультурная коммуникация. И я думаю, что российско-таджикский форум – это хорошая возможность как раз для культуролога понять культуру другого народа, понять её глубже, взаимодействуя непосредственно с людьми другой национальности. Я надеюсь изучить эту культуру, так как сейчас я пишу исследования по культурам южных народов. И ребята, которые вчера прибыли, они очень помогают мне в этом. Участники форума активно изучат темы, касающиеся новых медиа и современной новостной повестки, научатся правильно писать свои материалы и продвигать их. Каждый день, просыпаясь, миллионы людей на нашей планете и в нашей стране смотрят и читают новости, смотрят прогноз погоды. И очень важно, чтобы все новости, которые потребляют люди, были достоверными. Очень важно развивать критическое мышление. В том числе в рамках этого форума ребята станут участниками мастер-классов, встреч, спичей на актуальные темы работы с медиаресурсами. Правда, в настоящем нашем мире очень важно, чтобы информация была достоверной, правдивой и отражала реальную текущую ситуацию. Форум продлится до 18 ноября. Участников ждет воркшоп программы «Виар. Медиа. Технологии. Будущего». Экскурсионная программа по медиакомплексу «Юргу». Мастер-классы от создателей фильма «Южный Урал. Следы веков» и многое другое. Отметим, что организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, базовая организация государств участников СНГ по работе с молодежью и Ассоциация общественных объединений «Национальный совет молодежных и детских объединений России».